Если Азербайджан пытается примирить Россию и Украину, то Россия выступает посредником в армяно-азербайджанском конфликте. На неделе Армения через Россию направила Азербайджану свои предложения о делимитации границы. Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса делимитации и демаркации границы. Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен. Мы представили письменные предложения и ожидаем письменной реакции. Глава российского МИДа Сергей Лавров приоткрыл детали письма, где речь в том числе идет о создании комиссии по делимитации границы. Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого появились новые предложения. Мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы комиссия заработала как можно раньше. Оптимально создать эту комиссию, включив в ее повестку дня вопросы, которые нужно решать в первоочередном порядке. Делимитация границ – это первый существенный шаг к главной цели – подписанию мирного договора. На неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несмотря на упреки со стороны Баку, Ереван никогда не отказывался от идеи подписать документ, но при этом Армения выставила свои условия. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григориан заявил, что Ереван продолжает работать над составлением всеобъемлющего договора с Баку. При этом от главного своего условия решение вопроса о так называемом статусе Нагорного Карабаха не отказывается. Нужно найти решение карабахской проблемы путем переговоров и политических механизмов и в рамках тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Азербайджана не раз заявлял, что Минская группа не нужна, так как конфликт решен. Российские эксперты считают, что попытки Армении связать мирный договор с карабахским урегулированием говорит только о том, что в Армении не созрели на ключевые решения. Безусловно, сейчас у Армении нет готовности к подписанию мирного договора и к признанию территориальной целостности Азербайджана в его законных границах. И, собственно, это основной вопрос, который мешает в данный момент заключению мирного договора. Причина неготовности кроется во внутренней политической ситуации в Армении. Премьер Пашинян созрел для урегулирования, но ему мешают силы, которым терять уже нечего. Мне кажется, что в Армении, очевидно, идет масштабная политическая борьба. Мы видим, как в парламенте ругают представители по налаживанию отношений с Турцией. Во многом из-за внутриполитических дрязг и перетягивания каната. И мы, безусловно, понимаем, что внутри Армении есть силы, которые не хотят мирного урегулирования. Они надеются на затягивание конфликта. Потому что мы понимаем, что если сейчас под руководством Никола Пашиняна Армения наладит отношения с Азербайджаном и с Турцией, начнет торговать и богатеть, то никаких шансов у политических оппонентов Никола Пашиняна не останется. Пашиняна же, он тоже достаточно хитрый, изворотливый политик. И он понимает, что те или иные решения просто могут привести, что его поднимут на штыки. Оказаться на штыках он не хочет. И политическим беженцам тоже оказаться он не хочет. Поэтому он, наверное, будет все-таки в пределах своих возможностей делать так, чтобы что-то реализовать, но при этом остаться, так сказать, в власти и живым здоровым. Также помешать подписанию мирного договора могут внешние факторы. Разгорается дипломатический скандал между Францией и Азербайджаном из-за визита в декабре кандидата в президента Франции Валерии Пекрес, а в находящуюся под контролем миротворцев часть Нагорного Карабаха. В Азербайджане сочли такой визит незаконным. Об этом заявил президент Азербайджан Альхам Алиев. Глава МИД Франции Ледриан, отвечая на вопросы депутата в парламенте, заявил, что его ведомство считает неприемлемым высказывание азербайджанской стороны в адрес Пекрес после ее поездки в Карабах. В Азербайджане считают, что Жан-Ив Ледриан нарушил дипломатическую этику, комментируя слова президента Азербайджана. Ледриан назвал слова Альхама Алиева в связи с незаконной поездкой кандидатов в президенты Франции Валерии Пекрес в Карабахский регион неприемлемыми по форме и по сути. Заявление президента Азербайджана было обоснованным и верным. Безответственный и сделанный в неприемлемой форме комментарий французского министра о заявлении главы другого государства нарушает дипломатические традиции. С сожалению, констатируем, что министр иностранных дел Франции, страны с большими традициями государственности, этого не понимает. Этот скандал и результат в первую очередь и однополярной политики Франции, которая во Вторую Карабахскую войну и после нее открыто поддерживает Армению. Однако на саммите Восточного партнерства в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон попытался сгладить ситуацию, пригласив второй раз за саммит Алиева и Пашиняна за стол переговоров. Во Франции понимают, что открыто поддерживать Армению это была политическая ошибка. Глава французского МИДа попросил французских парламентариев и чиновников впредь заранее уведомлять власти своей страны о собственных поездках.